здравствуйте мои дорогие приветствую всех на канале ирония особенно девочек потому что несколько раз не приходил запрос показать свою бижутерию на каждый день что я наконец-таки и делаю вот эти две цепочки 1 вот с подвеской в виде такого кофейного зернышка и другая по крупная и значит попалась мне надо распродажи и естественно я сразу и взяла потому что я могу сразу представить с чем я буду это носить если этого представить не могу я обычно вещь не беру сколько бы она не стоила но я не ошиблась и очень даже можно часто сочетать эти вещи с чем-то другим потом в принципе видео возможно вы увидите это я частый гость также в магазине бежу bridget и эти бусы были куплены давным-давно и не знаю сколько уже им лет они как новые выглядят они сделаны все из дерева и даже самый минималистичный образ вот они сразу сделают интереснее если их надеть особенно если весь этот образ в таком кофейно-карамельном цвете или какой-то коричневой гамме или бежевой или ну естественно желтая ночью если он он сочетается то очень хорошо выглядит также по моему там же в этом же магазине я покупала давно и вот это ожерелье она сделана из дерева из каких-то кусков ракушек из возможное там присутствует и пластик я не знаю ну я не уверена больше на ракушке это похоже металл и она очень короткая она очень акцентная и мне тоже нравится как она выглядит с бежевой гаммой вот когда цвет в цвет мне очень нравится кстати серебром я не пробовал надо попробовать себе серебряные полторы мне кажется очень хорошо это будет выглядеть вот с такими вот вставками как будто бы с чеканкой ну здесь вы видите что это сваровский это тоже бижутерия дорогая но она бижутерия и мне очень нравится я как бы не поклонница сваровский не поклонница всего сверкающего но в данном моменте это был подарок от моего мужа и дочери и мне причем я ничего не говорила не видела и они попали в точку потому что данном случае вещь такая неброская темное такое как будто дымчатое стекло переход на черный мне очень нравится носить можно этот браслет и сережки и с джинсами из нарядной одежды в общем он очень очень такой много профильный скажем так ну вы видите сами такой переход к черному очень красиво смотрится поэтому носить его можно в принципе всегда и везде ну вот эти вот веревочки цепочки какие-то там бисер камни не помню это оникс или что эта рыбка сделана из какого-то камня который кстати охлаждает самую что ни на есть жаркую погоду он всегда холодный и я отношу все вместе если что-то такое в бога стиле и то очень хорошо подходит вы знаете что я люблю минималистичный стиль поэтому она как бы вписывается вписывается в ансамбль это очень это какие-то посеребренные штучки на цепочке в общем их периодически можно немножечко делать светлей отмывая вот эту как ее назвать подвеску украшение я купила совершенно недавно еще ни разу не одевала но на какой-то это какие-то бархатные веревочки она сама из металла короткая так что вот если надеть рубашку с декольте будет очень даже симпатично выглядит да собственно говоря можно и с платьем и как угодно в общем я потом придумаю как ее носить и покажу вам вы все увидите это то же самое украшение тоже из бежит бриджит эта цепочка такая толстенькая а вот эта штука не знаю как ее назвать она сделана из металла покрыта какой-то эмалью тоже очень минималистичное украшение и мне нравится когда я надеваю total black и вот очень даже хорошо это смотрится хотя его может носить принципе с любыми вещами вот вам показывают царапины которые у меня на пальце от того что я собирала ежевику а на пальцем на самом у меня черное кольцо из вольфрама это мое обручальное кольцо мужа точно такой же в общем я им очень и очень довольна а это колечко или как мне кажется что это три колечка но это как бы одно колечко я купила на распродаже и вот я показываю просто образ что когда носишь что-то такое одноцветное или какое-то спортивное оно все подходит в общем к стилю минимализм идеальное кольцо также точно как эти сережки которые я купила там же это же на распродаже по моему даже за 1 евро они очень тяжеленькие они очень хорошо смотрятся и я недавно их купила я их уже тысячу раз одела мне очень и очень нравится а это кольцо вы не поверите все думают что это какое-то старинное особое кольцо я его купила еще в студенческие годы за три рубля в городе пушкино подмосковье и с тех пор я не могу с ними расстаться потому что она идеально сидит на пальце она мне не мешает никак и очень нравится мне как она выглядит вот такие вот у нас были товары магазин этого орла или как его назвать я тоже купила при же бежу бежу бежит как я назвала этот в общем тоже на распродаже и довольно эти сережечки делала моя подружка леночка и они из фарфора она одно время не знаю сейчас увлекается или нет она сделала мне эти сережки они мне очень нравятся они тяжелые я очень люблю тяжелые сережки тяжелая и круглая это вот моё эти сережки когда-то я купила я вам показываю их просто тип сережек которые я просто обожаю я люблю кольца всех видов и мастей и вот такие вот им уже сто лет по лет это кольцо тоже из сэдна сэйли я купила за какие-то там смешные деньги она более чем дурацкая но тем она мне и нравится мне иногда тянет на подобные вещи этих жучков я вам уже показывала они мне очень и очень нравится и я их удовольствием совершенно ношу они хорошо смотрятся какие-то они такие египетские на вид очень симпатичные поэтому советую заходить магазин просто так эти сережечки я купила сама купила когда я работала в ирландии это их национальный так сказать сережки они мне очень нравятся и я их с удовольствием ношу это было давно сережки отличные а вот эти сережки делали мои коллеги в ирландии они сделаны из фарфора это ручная роспись под глазурная в общем они тоже очень такие приятные и тяжеленькие что мне очень нравится они хорошо выглядят эффектно и всегда обращают внимание это делали девочки мои знакомые в ирландии а вот эти тоже я люблю синий и там и там цвет те которые исправлю которые я держу в руках это мы купили в деревне с дочки покупали но она перестала носить и я забыла себе если вы хотите чтобы вас что-то сверкала в ушах но не обращала сильно на себя внимание то вот эти идеальный вариант они в них какие-то беленькие голубые и синие камушки они сделаны очень красиво вот а вот эти тоже избежу бриджит мне нравится что они середине на цепочке когда их просто втыкаешь ухо они так красиво висят их сразу и не заметишь они просто сверкают тебя в ухе и совершенно легкие казалось бы незатейливые но мне очень нравится их формы эти сделаны из такой плотной как она эдельштейн называется по-немецки наверно по-русски это не нержавейка не знаю как он называется в общем они не серебряные вот эти но у них очень очень хорошая форма которая мне нравится это кольца из хаунте большие кольца некоторым они не нравятся если я в таких кольцах они пишут мне в комментариях что это мне не по возрасту а вот это очень и очень один из самых любимых комплектов которые тоже мы купили во франции в деревне с посмотрите как переливается кольцо и вообще и сережки также переливаются это в общем так нам и не ответили то ли это камень то ли это хрусталь не камень и стекло я хотел сказать но это не важно важно как это все играет вы не представляете на солнце какие блики во все стороны от этого кольца на него всегда и все обращают внимание стоило но не так недорого но я не помню честно говоря сколько она стоила но не так вот доступная цена но она очень и очень красивая просто замечательным я просто вот когда и достаю его меня радуется сердце это вам показываю свою брошечку которая стала одной из любимых моих вещей это делала девочка я вам оставлю вот как называется ее аккаунт в инстаграме я ее выиграла случайно эти бусы это натуральные он искусственно выращенный но это натуральный жемчуг это муж не купил еще на стадии когда мы с ним по моему еще даже не были мужем и женой он не привез из америки они коротенькие и вот они очень хорошо смотрятся с той цепочкой которая купила вот она она фанты и вот этот комплект как бы бусы становятся более современными а в руке у меня из жемчуга из настоящего жемчуга такие вот сережки с бантиком это английская бижутерия тоже они очень хорошо сочетаются с золотыми такими украшениями и с жемчугом общем можно чего-нибудь такое накрутить это колечко серебряная нос как они называются фианитами много-много там россыпь камушков она мне очень тоже нравится она тоненькая очень изящная и симпатичная она я бы не чувствую честно говоря на пальце потому что он настолько тоненькая настолько легкая что я забываю про него но она мне нравится она когда при особом освещении она просто играет очень красиво эти камушки смотрится браслетик этот я купила тоже вижу бриджит на распродаже стоил какие-то там копейки не помню но я любитель конечно серебряных но в данном случае его можно спокойно носить с платьями так же как и этот этот из отто он тоже не какой-нибудь там я не знаю какая-то эмаль или что там на нем но я люблю подобные браслеты это такие браслеты именно на каждый день и мне нравится без всяких заморочек этот тоже из бежу бриджи и он очень симпатично выглядит на руке он мне не мешает единственное что его очень неудобно самой застегивать это просто невозможно надо обязательно кого-то просить чтобы застегнули расти вот это единственный его недостаток а так он мне нравится я часто использую подобные браслеты в образах потому что вот даже все вместе даже можно сочетать они практически одного цвета сережки эти вы видели я купила на эйсос монки монки очень даже такие крупные массивные их видно издалека можно с этой цепочкой можно и другими украшениями но очень красиво смотрится это мне нравится а вот это украшение не знаю в общем короче говоря я не стала долго думать его ценили она стоила дорого и я его прихватила потому что очень-очень такая длинная беревка она будет если висеть на шее то будет где-то очень низко висеть мне понравилось она так на первый взгляд в общем я не стала долго думать пока она значит предлагается по низкой цене я его схватила и применю куда-нибудь пока не применяла так же как и эти сережки были взяты в придачу на распродаже ну они в форме кольца полукольца я люблю такое это всегда применимо так же как я купила вот эти по моему не на распродаже я не помню но неважно они смотрятся хорошо они как бы были в тренде проходит небольшое время уже как бы это мода проходит и с ними не жалко расстаться поэтому я люблю бижутерию я люблю все менять поэтому мне это игра нравится разномастные всякие украшения этим сережкам лет и годов не помню в общем они сделаны из ракушек мало того что они абсолютно разные куски ракушек одна серьга очень тяжелая и толстая вторая тонкая и легкая я не к чем-то покрытым но они мне нравятся жучка об этого видели я его с удовольствием ношу на ветровке или на такой в одежде эти сережки тоже вы видите часто они конечно очень приятные пушистые подходит у меня есть сумка такого цвета синего яркого так что если даже образ совсем другом цвете я его могу поддержать сумка или еще чем они будут смотреться в комплекте как эти тоже я купила фаунт м когда была распродажа по моему на тот новый год единственное что на них остаются отпечатки пальцев если ты сильно будешь их лапать а так они очень хорошо играют в ушах сверкают и переливаются и отражают в разные огоньки особенно в год так что хорошие эти сережки одни из самых любимых это серебро с как бы с бирюзой не думаю что это бирюза но это серебряные сережечки и они мне очень нравятся они к летним образом они где мне не подходят никак мне кажется а вот летом очень даже хорошо подходит и платьем и вообще к любой другой одежде с майкой и джинсами хорошо с любыми вариантами эти тоже очень такие многогранные сережки как можно одеть как с простой одеждой так и с вычурной они из бисера и сверху покрытая довольно тяжелый вот эта часть круглая она покрыта сверху каким-то как эмалью или непонятно чем но они тоже очень-очень вариабельный скажем так все я на этом заканчиваю всех вас целую обнимаю до новых встреч пока